Студент Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики Марсель Муртазин родом из Татарстана. Молодой человек уже пятый год живет в вузовском общежитии, но только сейчас, говорит, условия быта приблизились к домашним. Как дома-то нигде, я не почувствую, потому что дома-то люди, но тем не менее, именно если говорить про уют, да, не поспорю. Даже вот эти новые кровати, это полтора местные кровати были, до этого у нас примерно на вот столько они уже. То есть, соответственно, один человек помещался, ты сидишь, ворочаешься в данный момент, можно спокойно лежать, спокойно спать. К началу учебного года старое общежитие было полностью отремонтировано. В здании заменили сантехнику, окна, батареи, кухонные плиты. В ближайшие дни комнаты докомплектуют мебелью. Всего на ремонт студенческого общежития дополнительно из федерального бюджета было выделено более 40 миллионов рублей. Сегодня, 1 сентября, качество работы оценил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Именно при его содействии вуз получил средства на обновление здания. Наша задача сделать так, чтобы ПКУТИ был действительно прорывным вузом, вузом востребованным не только на территории нашего региона, но и в России в целом. А для этого мы должны создать соответствующие условия, потому что когда студенты живут в обстановке 100-летней давности, в убитом общежитии, в отвратительных условиях, а им рассказывают про цифровую трансформацию, это выглядит очень странно и неестественно. На торжественной линейке для первокурсников студенты ПКУТИ услышали еще одну радостную весть. Александр Хинштейн объявил, что в ближайшее время начнется строительство вузовского бассейна. Проект получил положительную экспертизу. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.